Кейт Миддлтон рассказала о том, как их с принцем Уильямом дети отреагировали на смерть Елизаветы Второй. Она заявила, что самый младший наследник, четырехлетний принц Луи, поинтересовался у нее, как теперь будут проходить их визиты в шотландский замок Балмарал, где обычно проводила летние каникулы ее величества. Малыш полюбопытствовал, сможет ли он по-прежнему играть там в любимые игры. Он изо всех сил пытается понять, что за собой несет смерть Елизаветы Второй. Также, по словам принцессы Уэльской, Луи осознает, насколько важной была его прабабушка и что происходит. Тем не менее, на официальную церемонию похорон принца Уильям и Кейт Миддлтон младшего сына решили не брать. Зато с ними появились старшие дети, девятилетний принц Джордж и семилетняя принцесса Шарлотта. Очевидцы отметили, что юные наследники держались стойко и сдержанно. Видно, как они уважают свою мать и во всем ее слушаются, а также действуют четко в соответствии с правилами поведения на публике. Елизавета Вторая известна своими оригинальными головными уборами. Красочные шляпы – главная деталь образа королевы, без которой она почти никогда не появлялась на публике. Как оказалось, аксессуар являлся для монарха не просто данью моди. Известно, что за время правления Елизаветы Второй в ее коллекции накопилось более 5000 различных шляп. Яркий элемент присутствовал в гардеробе ее величества не просто так. По словам королевского биографа Роберта Лейси, необычный головной убор был своего рода внешним атрибутом власти. «Видите ли, шляпы – явно очень важный предмет одежды монарха. Можно сказать, для королевы шляпа – своего рода заменитель короны», – сказал эксперт. В документальном фильме о 96-летнем монархе ее невестка графиня Уссекская объяснила, что шляпа придавала королеве исключительность в глазах тех, кто собирался на мероприятие, чтобы увидеть ее. Не забывайте, что, когда она появляется где-то, толпы людей могут быть в 2, 3, 4, а также 10 и 15 человек, и кто-то сможет сказать, что видел шляпку королевы, когда она проходила мимо», – сказала Софи. Принцы принцессы Уэльские посетили Сандрингям, чтобы почтить память Елизаветы II. Супруги встретились с британцами, пришедшими отдать дань уважения королеве. Общаясь с местными жителями, они рассказали, как их дети – 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний Луи – переживают смерть своей прабабушки. Кейт Мидлтон и принц Уильям заверили, что наследники – в порядке. «Они в школе, о них хорошо заботятся. У них рутина – новые друзья, и они счастливы», – рассказала новая принцесса Уэльская. Старший сын Карла III также добавил, что они женой стараются сохранить обычный распорядок дня. «Они обустраиваются, мы стараемся держать все на контроле и направлять их», – отметил он. Напомним, 8 сентября Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. За день до смерти, несмотря на слабость, королева провела последнюю аудиенцию в замке Балмарал. На последнем фото можно увидеть, как королева дружелюбно улыбается, но ее бледное лицо и посиневшие руки явно сигнализируют о плохом самочувствии. Переезд сосекских в Калифорнию кардинально изменил жизнь принца Гарри, что заставило его научиться жить в новой реальности. Спустя несколько месяцев после того, как Гарри и Меган обосновались в Монтисито, королева Елизавета II запретила своему внуку носить военную форму, а также монарх лишила его нескольких званий. Стоит отметить, что практически любое государственное мероприятие предполагает, что мужчины британской короны должны предстать перед публикой в парадной форме, для многих из которых такая одежда включает в себя мундир. Буквально на днях источники заявили, что принцу Гарри разрешено надеть военную форму на похороны, хотя он даже и не мечтал о такой привилегии. Он просто был готов носить все, что приказывала ему бабушка. Но сейчас он сосредоточен на том, чтобы почтить ее память, вот и все. Если они захотят, чтобы Гарри был в форме, у меня нет оснований думать, что он откажется от такого предложения, утверждает инсайдер. Более того, источник уверен, что возмущения некоторых поклонников по поводу его внешнего вида на предстоящем мероприятии кажутся смехотворными, ведь принц Гарри является человеком, который действительно посвятил много лет своей жизни военной службе. Герцог Сосекский служил на благо своей страны и пользуется большим уважением в армии вооруженных сил, ведь он сделал очень много для ветеранов. Важно, чтобы внуки королевы чувствовали себя желанными. Они должны находиться в комфорте, когда вместе скорбят о своей любимой бабушке, объяснил источник. Сообщается, что в субботу вечером все восемь внуков королевы, включая принцев Гарри и Уильяма, будут участвовать в церемонии бдения принцев. На протяжении 15 минут королевские представители будут дежурить около гроба с телом Елизаветы II. К слову, принцессы Беатриса Евгения, Зара Тиндал и Питер Филлипс, леди Луиза и Джеймс, Виконт Северн также примут участие мероприятие, которое пройдет в Вестминстер-холле. Будет справедливым отметить и то, что, если принцу Гарри было разрешено надеть военную форму на церемонию бдения, то принц Эндрю, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней американки, такой привилегии не получил. После смерти Елизаветы II, дети принца Гарри и Меган Маркель, сын Арчи и дочь Лилибет, должны были получить титулы принца и принцессы, а также обращение его и ее королевское высочиство. Однако Карл III не упустил очередной возможности насолить неугодным родственникам. Новый монарх воспользовался своим положением и лишил принц Гарри, Меган Маркель и их детей оставшихся у них привилегий. Сообщается, что сын покойной королевы не подписал соответствующий указ, изданный более века назад королем Георгом V, король предоставит внукам право быть принцем и принцессой, но без привилегий. Так, например, Арчи или Лилибет не могут претендовать на усиленную охрану. Тем временем наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон были удостоены всех положенных им званий и почестей с личного разрешения Елизаветы II. Источники из близкого окружения сосекских уверяют, что Меган пришла в ярость, когда узнала о решении короля. Принц Гарри, в свою очередь, надеется на пересмотр решения отца и планирует провести с ним встречу тет-а-тет. В Лондоне состоялось траурное шествие в честь покойной Елизаветы II. Жители Великобритании собрались у Букингемского дворца, чтобы проводить королеву в последний путь. В процессе приняли участие король Карл III, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Анна, принц Эндрю, а также принц Гарри и Меган Маркель и другие. Во время шествия герцог и герцогиня сосекские крепко держались за руки, что запрещено королевским протоколом. Однако эксперт по языку тела Инбаал Ханнигман поспешил объяснить, что такое проявление чувств на публике позволительно для принца Гарри и Меган Маркель, ведь они уже не являются старшими членами семьи монарха. Их руки готовы переплетены, они всегда готовы поддержать друг друга эмоционально и помочь пережить утрату, отметил Ханнигман. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркель отказались от своих королевских обязанностей в январе 2020 года из-за непрекращающихся проблем, таких как пристальное внимание СМИ и внутренние конфликты в семье. С тех пор публика особенно тщательно анализирует каждый шаг пары во время громких мероприятий. Так, после смерти Елизаветы II Меган Маркель упрекнули в том, что она возлагает цветы на показ и прячет под одеждой микрофон, чтобы затем вставить частные беседы с родственниками в реалити-шоу на Netflix. Они часть процессии, не слишком ли много ожидать, что они будут следовать правилам, написал один из комментаторов в сети. Да, принц Гарри только что потерял свою бабушку, но его работа в качестве сына короля сейчас важнее, чем его горе парировал Ханнигман. Карл III изящно почтил память своей первой супруги, выступая с публичной речью после смерти матери. Новый монарх в своем официальном обращении к нации затронул несколько важных вопросов. Своё выступление король начал словами, адресованными Елизавете двумя. Новый монарх произнес трогательную речь в честь покойной матери и процитировал отрывок из Гамлита, да будут воспевать тебя ангелы до твоего упокоения. Телеведущая Дон Нессон заметила, что эта цитата также звучала на похоронах принцессы Дианы. По словам журналистки, таким изящным способом Карл III выразил уважение своей первой супруге, принцессе Диане. Эта фраза из Гамлита, также была прочитана на похоронах леди Ди. Поэтому мне интересно, не было ли то, что он, Карл III, выбрал именно эту фразу, тонким упоминанием и данью уважения его покойной жене, поделилась Нессон в эфире Sky News. Кроме того, сын Елизаветы II объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Его супруга Кейт стала принцессой Уэльской, когда нее именовали Диану. Новый монарх также упомянул в своей речи своего младшего сына принца Гарри и его жену Меган Маркель. «Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал он.